Дорогие друзья, коллеги, Татьяна Юрьевна и организаторы, я благодарю вас за возможность рассказать сегодня об искусственном интеллекте в моей специальности. Я взяла несколько слайдов из лекции Александра Яковлевича Каплана «Мозг, человек, искусственный интеллект и нейроинтерфейсные технологии». Очень интересный канал МГИМО, и там проводится достаточно много интересных лекций. Всем предлагаю послушать полную версию, а здесь я расскажу буквально пару слов о том, что был первый технологический уклад или индустрия 1.0 на рубеже 18 века. На рубеже 19-20 века был второй технологический уклад, индустрия 2.0, 3.0, автоматизация внедрения роботизированных систем, чиповый, то, что мы застали, наверное, многие из нас. И сейчас мы находимся в четвертой индустрии или четвертом технологическом укладе, так называемая власть цифры или сенсоризация, то есть наличие сенсоров, сенсорных устройств и всевозможных датчиков, дронов и так далее. Это то, что у нас сегодня. И мы сейчас движемся к так называемым живым моделям объектов, когда идет программирование и с помощью компьютерных систем идет... Александр Яковлевич говорит о самолетостроении, но я думаю, что мы также можем это все и трансформировать ее в нашу специальность. И относительно завтра будущего — это человекоориентированный цифровой мир. Что же касается естественного интеллекта? Есть так называемый эффект Флина. Это американский психолог, который тестировал IQ в американской популяции. И было показано, что IQ движется... Вот у людей с 32-го до 97-го года увеличивалось среднее IQ до 120 и предполагалось компьютерным моделированием, что к 17-му году у нас будут практически все гении. Однако на практике получился обратный эффект Флина. То есть, когда современных людей померили IQ, получился IQ меньше предполагаемого и меньше, чем тот, который мерили на рубеже веков, то есть 110. Вместе с тем, в нашей специальности наши заключения становятся все более сложными. Я взяла первое издание возыска классификации 68-го года. Здесь всего 8 нозологий. В классификации воз 5-го издания — это 19-й год. У нас 23 нозологии. Таким образом, мы видим нарастание сложности диагностики. Этот слайд я взяла из лекции Торстина Нильсина. Надеюсь, он к нам приедет, либо у нас будет его полное выступление. На прошлогоднем заседании Американо-канадского общества патологов относительно рака молочной железы. Он показывает стоимость генетического тестирования. Если в начале века, в 2001 году стоимость составляла около 100 миллионов за тест, то сейчас, видите, стоимость какая? уже чуть-чуть меньше 1000 долларов. Соответственно, это создает большую базу для молекулярно-генетических исследований. То, что Евгений Наумович рассказывал сейчас, блестяще совершенно. И наши классификации, те, которыми мы пользуемся, они сейчас увеличиваются. Здесь приводится пример. За 16 лет увеличилось количество страниц, да, вот в этих наших руководящих книжках извозы. Больше знаний, больше открытий, соответственно, более сложный диагностический процесс. Ну и мы имеем обратный эффект Флина, да, поэтому что у нас искусственный интеллект. В настоящее время, ну, есть ФДА, Food and Drug Administration, американский регулятор, который, это данные 23-го года, у них одобрено 520 систем искусственного интеллекта. Из них подавляющее большинство имеют одобрение в области радиологии. Следующее по значимости кардиология – 11%. Ну и что касается патоморфологии, там всего 4 системы одобрены, это меньше процента. Какие же у нас проблемы существуют в современной патологоанатомической диагностике и как может помочь искусственный интеллект? Ну, первое самое важное – это отсутствие стандартизации. Вторая очень важная проблема – это наш диагноз остаётся субъективным. При этом наш диагноз является основной, да, отправной точкой для всех ваших мыслей. Лечебных, диагностических и остальных. Доминирует ручной процесс. И в проподготовке, и в оценке, и в интерпретации кругом только ручной процесс. Нехватка патологоанатомов – это проблема глобальная, мировая. Плюс перегруженность работы. Плюс взрывной рост медицинских знаний. Что может помочь интеллект искусственный? Это стандартизация, автоматизация, более точная диагностика, более быстрая диагностика и возможность идти в ногу с новыми знаниями. Прямо сегодня, сегодня, 7 декабря, в Лондоне, через 2 часа, откроется 10-я ежегодная конференция по цифровой патологии и искусственному интеллекту в Европе. Чем интересно? Там обсуждаются все новости. Я проанализировала… То есть я на этих конференциях участвую достаточно много лет, но вот сейчас у них четко выделяются несколько направлений. Это подготовка морфологического анализа, заключение и анализ. Это компании, которые разрабатывают решения в этой области. Производители сканеров, понятное дело, оборудование. Анализ изображений и искусственного интеллекта, и сервисы внешних консультаций. Вот последнее – это очень динамичный и быстро развивающийся сектор в IT и в морфологии и искусственном интеллекте. Каким образом представлено на этой конференции 62 компании, которые задействованы в нашей индустрии цифровой патологии? Из них почти половина представлены системами искусственного интеллекта и лабораторно-информационных систем. Потом идет оборудование. Только лабораторные системы делают примерно 8% рынка. И то, что я говорила, сервисы удаленного консультирования, их раньше вообще не было. А сейчас уже 15% занимают. Основная тема, откуда началось искусственный интеллект и цифровая патология – это на рубеже веков, в начале 2000-х, несколько групп исследователей начали эксперименты по имитации процесса цифровой микроскопии. И сначала это были полуавтоматические захваты изображений с помощью микроскопа и камеры. Ну, не знаю, как это сделать. Видите? Вот. А потом уже с совершенствованием систем и компьютерных, и памяти. Получилось так, что начали сшивать изображения на достаточно высокой скорости и склеивать. И получалась, так сказать, виртуальная копия или цифровая копия гистологического препарата. И сейчас у нас достаточно существуют большие сканеры с высокой производительностью, которые позволяют, в общем-то, полностью имитировать процесс отсмотра гистологического препарата без микроскопа. И это всё чудесно. У нас превращение идёт, трансформация наших архивов, вот таких обыкновенных, в какие? В цифровые. И рабочее место патологоанатома потихонечку становится вот из трёх мониторов, а не микроскоп. Доложу исследование, которое было проведено в нашей лаборатории, когда с помощью модуля искусственного интеллекта мы смогли оценивать весь препарат без разметок и давать, так сказать, без аннотаций, и давать оценку рецепторного, в частности, статуса. Настройка сегментирования и оценка рецепторного статуса, которая позволяла достаточно воспроизводимо оценивать в том числе и небольшой или ниткой экспрессии, и гетерогенную экспрессию, и равномерное распределение. Будущее искусственного интеллекта в наших исследованиях – это двойное, тройное окрашивание матриц. У нас в центре мы делаем такие вещи, как тканевые матрицы, когда можно несколько десятков опухолей поместить в одни условия и окрасить стандартным образом. Сопоставить несколько иммуногистохимических окрасок. И, ну, это вот тоже кусочек всего опухолевых клеток 5152 в единице площади в одном миллиметре. Из них киш-67 позитивных – 23%, посчитано в штуках. И методически активных тоже посчитано в штуках – 123%. Искусственный интеллект на базе нашей лаборатории таким вот образом определяется наличие опухоли и метастаза, а также детекция артефактов. Это то, что происходит в… А можно видео? Можно видео? Не получается видео запустить. Чувствительность диагностики рака предстательной железы в когорте врачей с помощью вот этой системы увеличилась на 2,6%, а общая точность на 2,5%. Поэтому таким образом есть и в нашей стране существуют системы искусственного интеллекта. При этом системы для патоанатомии, я сказала, американские системы, да, какие? А в Европе их 10 штук одобрено. В основном они касаются оценки рецепторного киш-67, хир-2 статуса в раке молочной железы. Ну, подавляющее большинство. И заключая, скажу, что наша дисциплина, наша морфологическая служба, это на современном этапе, это интеграция данных медицинской лабораторной информационной системы, сканирование гистологических препаратов и молекулярно-генетической информации. А цифровая патология – это получение, управление, обмен и интеграция морфологической информации в электронной среде. При этом первый этап – это оцифровка традиционного стеклянного препарата. Это только первый этап. Следующий этап – сканер и хранилище цифровой информации, но этого недостаточно. По мере того, как технологии охватывают больше специальностей, мы сталкиваемся с проблемой с тем, что мы не знаем, что происходит в совместных рабочих системах. Поэтому этап ЛИС и конвергенция всех рабочих процессов, основанных на ЛИС, и постепенный переход к цифровой работе. И то, что в будущем – это интеграция всех данных в едином реестре, в центре которых ЛИС и медицинская информационная система. А также совмещение этих данных с данными национальных регистров, таких как канцеррегистр и регистр клинических исследований. И, возвращаясь на Землю, современная картина диагностики рака требует морфологической верификации. Да, всегда. Мы не можем только по профилю генов начать лечение. Поэтому в нашем институте был создан референсный центр. Евгений очень красиво и демонстративно показал. Единственное, кому интересно, можно QR-код сканировать. Там-то все то же самое. И завершаю я цитатой Владимира Владимировича о том, что хотя искусственный интеллект нам нужен, но он не заменяет медицинского работника. а всеволе служит чем инструментом для того, чтобы убрать рутину и позволить человеку заниматься креативной деятельностью. Спасибо. Продолжение следует...